приветики мои дорогие добрый день у нас уже день у нас уже пол третьего тяжелый день должна вам сказать у меня у меня уже третий день света нету в доме вот сейчас сейчас только к пол третьему включились все кондиционеры ну пока я не знаю целый день вот так включится выключится включится должна вам сказать что после паски два дня я вообще лежала пластом на пасху так миловал бог конечно вы знаете я всю неделю молилась чтобы вот было только не жарко и действительно прошел дождик было так пасмурно то есть я хорошо со всем справилась и все такое прочее но сразу началась жара буквально следующий день то есть я два дня вообще лежала представьте жара была ужасная просто сегодня хотела с вами поделиться рецептом ну как рецептом не рецептом просто я вот села чай пить за целый день можно сказать хочется мне выпить чай и поделиться с вами такие вот капкейки сегодня делали делала знаете мне осталось немножко творога домашнего причем я сама его делала такой жиденький как бы уже такой кисленький очень все на глаз буквально бросила муки муки сахара что там еще немножко сгущенки творога в общем то и все соды получились очень вкусные очень мягкие не знаю короче в чем тут секрет не знаю следующий раз попробую попробую повторить этот шедевр но не знаю к сожалению получится или нет вкусно ужасно я не знаю вкусно настолько мягкие настолько вот знаете во рту прям тает я не знаю ничего особенного вообще ничего туда не ложила у меня так всегда получается хочу поделиться своими планами некоторые очень лежала я лежала два-три дня ну вы лежать у меня не получается тут тут и наклевывается у моей дочери у явный день рождения 14 числа ну и в общем то ребенок хочет ребенок хочет отметить за разном домике чтобы с бассейном был хочет она сделать декорации как хавай гавайи гавайи на русском да ну и в общем хочет она сделать такие декорации чтобы еда напитки то понятное дело вот сижу списке составляю что нужно делать с кем нужно поговорить нужен же и торт естественно она говорит и сделай мне домашние вот такие вот капкейки как ты делала на пасху всем кстати очень понравились вкусно очень было в общем дел куча поговорите за декорации поговорить еще за вот этот же фармхаус до пойти это самое загородный домик общем сделали мне работу а я если честно я в такую жару вот хочу чтобы меня просто вообще никто не трогал то есть вообще не хочу ничего делать верите даже вот мой день рождения он же идет раньше чем ямкин я даже свой не хочу ничего отмечать даже свой не хочу ничего делать вот 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 просто жара такая кошмарная слушайте я не знаю вот я замечаю что каждый год вот это вот жара она настолько меня убивает вот правда говорят что вот кто живут иностранцы за границей то есть они даже умирают раньше то есть из-за климата я думаю это может быть и правда потому что я каждый год смотрю и и вот нас на свое состояние мне каждый год все хуже и хуже то есть у меня не идет и вот эта адаптация мне наоборот как-то хуже все становится в общем вкусно когда-нибудь когда я буду делать на камеру этот рецепт но сегодня открытие не делала на камеру потому что делала тепля во вторых с утра не было светом я так спешила я спешила чтобы быстренько духовку поставить и прожарить до пропечь поэтому я просто мне было даже не до того чтобы там что-то снимать очень очень я спешила я сегодня третий день уже стираю представьте себе то есть я не могу даже третий день достирать вот этот свет выключается включается выключается включается я вчера повесила последнее белье наверное часов шесть вот это за целый день я там два раза успела постирать сегодня у меня уже такая же ерунда два раза постирала мне сегодня прям 7 часов стало уже прям сразу в машинку заложила чтобы все очень постирать стираются сейчас коврики сумки там какие-то ну в общем я не знаю людей если вы понимаете что такое при 45 градусной жаре когда нет света это ужас даже вот кондиционеры ну вот сейчас он начал как-то воздух такой поступать еще холодный а когда вольтиков ну здесь здесь говорят что вольтики уменьшаются я не знаю вольт то есть как-то напряжение напряжение уменьшается и кондиционеры не работают они вот гудят но они не дают вот воздуха я не знаю такое происходит то есть даже спрятаться некуда я уже в общем в три дня я такая вы не знаю как сказать вымученная такая уже вся вот как выкрученная понимаете без света без это в общем это кошмар какой-то а тут еще вот эти все праздники были ну праздники конечно слава богу что мы хорошенько так отгуляли кстати по поводу чая вам расскажу еще видите такой у меня красивый чай здесь зеленый чай здесь черный чай и здесь чай из малины малиновый пакетик еще фруктовый вот так вот сюда мешало очень вкусно получается то есть у меня и тонизирует он меня и как как бы здесь и фруктовые такие нотки как как компотик да на жару как раз самое то почему хотела люди сегодня 10 минут буквально с вами побеседовать с вами как-то пообщаться не знаю как дальше у меня будет видео сейчас в такую жару очень трудно мне куда-то что-то выходить то есть даже если нас приглашают знаете на свадьбы на какие-то там приемы я как-то не нет желания у меня сейчас никуда пока идти больше я думаю мои видео они будут больше такими домашними больше такими как бы будем с вами общаться что-то рассказывать я думаю буду больше рецепты показывать если вам конечно будет интересно ну как то так потому что пока пока не вижу для себя просто возможности выходить по такой погоде в общем не знаю конечно надо будет нам с янка еще поездить по маркету то есть кое-что там купить то все может быть там засниму наши приготовления конечно буду все снимать и конечно если на в загородном домике будем мы это все отмечать там тоже конечно сниму там должно быть интересно если мы все украсим и как янка хочет вот чтобы как на гавайях было да что вот эти птицы там плавающие были все 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 но они сказали что вот эти вот которые декорациями занимаются до украшениями то есть они столики и лежаки они все прям поставят то есть нам ничего не надо будет делать посмотрим поговорим это сегодня мы со вчерашнего дня только начали как бы эту тему вообще обсуждать поэтому пока пока еще как бы толком ничего толком не как бы не договорились никакой точки как бы не пришли но сегодня папа придет я то есть я свою идею то что я уже так подумала то что у нас там у знакомого есть загородный дом и помните мои еще то старое видео где мы там отмечали то есть может быть он и не ахти конечно по явным мерок меркам да но я считаю если его украсить если сделать все красиво как бы ну вот сделать декорации то есть ей главное чтобы был бассейн в принципе ей как бы сами комнаты их не интересует потому что в комнатах делать там что поэтому то есть если мы хорошо украсим все на улице и там есть и травка там есть как бы где где очень отдохнуть погулять я думаю что ей будет и ее это вернее устроит в общем как то так в общем я буду держать вас в курсе как мы будем готовиться как как и что мы будем делать конечно работы у нас еще не початый край но надеюсь у нас все 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 получится вы может мне свои идеи какие-то напишите как у вас дети отмечают дни рождения вот если в загородных домиках что да как какие-то может быть трики какие-то лайфхаки может что-то интересненько поделитесь может быть нам это поможет может быть и я тоже это возьму как бы за ну как за пример что-то ей предложу вот вот как-то так интересно мне так что поделитесь со мной если что если что как в общем буду держать вас в курсе что у нас будет происходить что мы будем делать и так далее рецептом вот этого кейка обязательно с вами поделюсь когда я я постараюсь конечно него повторить может быть даже повторю и на янке на день рождения ну опять таки то есть я обязательно с вами поделюсь очень вкусный я не знаю до того вкусный вот говорили все что на пасху был вкусный а этот еще вкуснее в 10 раз ну вот не знаю настолько он мягкий насколько он шикарный получился я не знаю в общем что это за вкуснота что это за красота бывает же такое знаете тяп-ляп у меня нет никогда никаких рецептов я готовлю так тяп-ляп и все готово все что у меня там холодильнике пропадает все что у меня в холодильнике там завалялось какой-то творог у меня там был да где-то грамм 150 200 что-то там что это слепила из того что было как бы на основе творога и сделали тут ничего нету кстати у меня нигде нет яиц я уже не раз говорила что я нигде не добавляю яиц вообще то есть если попробуете вот мой капкейк вообще не скажешь что здесь нет яиц настолько мягкий в общем же сегодня у нас получился такой мукбанг и как бы такая беседа получилась такая беседа заодно решила поделиться немножко с вами такими своими своими соображениями своими идеями напишите мне если что мне будет интересно как у вас дети отмечают может быть на дачах может быть в загородных домиках как как и что может мне даже понадобится это вот со своим ребенком давайте пока пока отмечают